портрет акварелью как рисовать кудри привет я дарья поздняк давайте начнем я смочил лист с обратной стороны если потом перевернула приклеила и с лицевой стороны и смотрите у меня пошел брак бумаги такое бывает на хлопке скорее всего после высыхания все эти пятна уйдут и беспокоить меня они не будут вот но посмотрим обычно они проявляются на краях листа а я забыла включить запись и нарисовала как есть ладно давайте расскажу вам что я сделала значит в теневой части лица я стала класть округ раз вот по этой части сразу же пока она не высохла в нее я положил вот у три маска голубой прям внутрь в мокрое и вот видите она начинает подсыхать и такой сложный цвет образовываться этими же цветами я пошла в шею ох и красный и голубой а потом я взяла холодный черный у меня это вам black но можно брать и сажу газовую в смеси с краплаком они дают вот такой цвет вот этим цветом я положил здесь волосы им же я сделала вот тут три мазочка просто чтобы немножко сюда как-то вплавить этот же цвет чтобы они не были отдельно а сюда я вплавила несколько мазков ох и красный и голубого такого же голубого вот чтобы они тоже как бы объединились теперь давайте с вами продолжим волосы у меня немножечко все тут немножечко как бы подсохла недостаточно здесь влажность поэтому чуть-чуть так вот я что смочу цветах волосы я положу немножко через неополитанку наверное вот эту вот тут у меня голубой вот эту неополитанку я чуть-чуть смешаю с окрой желтой ой давайте попробуем лучше попробуем индийскую желтую да чума обожаю ее давно не пользовалась я знаю что она чума посмотрите какая вообще огонь да но так как она ярковата мы ее смягчим давайте вот такой вот неополитанкой ничего не теряем вот так немножечко смягчим и водой 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 отлично теперь кашлодноватый волос я могу немножко вот так выбрать мы как бы ей положили пусть она светится смотрите как она классно светится теперь я могу взять ухо желтую где-то еще пару раз смазнуть сейчас она капли подсохнет и я пойду к кудре делать давайте пока 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 вот тут сделаем шею в светах сделаем неополитанкой что ли неополитанкой неополитанкой с кухой мне просто нужно брать какую-то чтобы не было белой бумаги но мне не обязательно тут сейчас все прописывать вот так чтобы не к белым так и пока она у меня подсыхает чуть-чуть давайте сделаем фон немножко в основном смочу здесь пишем я стал уже подсыхать подходить к лицу близко не буду но тут края смочу фон хочется голубыми но не такими яркими на фотографии если мы возьмем просто голубую которую мы везде использовали в принципе неплохо если такой это у меня даже не знаю что цвет и я хочу вот тут покапать чтобы он так более живописно более самостоятельно расходился я не люблю скучно открашенные фона я хочу чтобы они сами двигались и переливались сами собой смешивались так а теперь мне влажной кистью я его так аккуратно отжимаю влажной кистью нужно подойти к лицу аккуратненько чтобы в лицо не затекли нам синие подхожу аккуратно не мокрый а вот промакиваю ее и вот такой влажненькой подхожу так лицо и к волосам так лицо и к волосам так здесь ну в принципе вот тут укуршей осталось почти сухой кистью чтобы не потекло потому что цвета слишком разные и смешивание здесь будет не очень хорошо если только вам оно сильно не нужно то есть если вы его делаете специально то конечно обязательно делайте как чувствуете немножко потек здесь голубой волосы ну и пусть ничего страшного а теперь нам нужно делать лицо ну вот тут можно было бы волосы наверное делать да давайте волосы пройдемся я беру на этот кисть тонким кончиком беру наш вот этот цвет который мы намешали и давайте сделаем и довольно свободными такими экспрессивными движениями здесь нужно поработать размашистыми я бы даже сказала вот но немножко однообразный одинаковый цвет чтобы он не был таким одинаковым давайте каким то еще цветом сделаем добавим добавим каких то оттенков если мы возьмем этот же каплак с голубым как у нас будет очень похоже хочется чего-то более чего-то более синего хорошо давайте вот этот наш голубой сухо-красный да что-то вот сине-зеленого хочется и где-то какие-то маски ведем потому что когда мы добавляем холодное он должен стать более естественным но мне пока не нравится посмотрим потому что он еще попал вот здесь на желтый и стал уходить в зеленый мне в зеленый кабыгой не надо совсем а если я поверх пройдусь вот ухрой ухо-красный и покапываю водичкой ну что пол видео не записалось хоть поэкспериментируем вот пусть оно пока тут как-то подсыхает нужно посадить ухо ухо почему-то у меня осталось белым и вот здесь вообще все волосы рядом с ухом хорошо давайте сделаем вот здесь в лице если я возьму этот же цвет только помягче поспокой и нужно сразу же смягчать чтобы не было вырезано вот этим например синеньким потому что здесь должны быть теневые места вот смотрите смешала на палитре какой мерзкий цвет получился все таки я люблю мешать на самой работе непосредственно так кропачка немножко вот кладу на работу и он сам перемешивается а здесь давайте может быть ухо желтую и смешаем ее чуть-чуть с неаполитанкой вот сюда и здесь тоже можно этим же цветом под носом хочется чуть голубоватенького дать голубого возьму чистым с водичкой так пусть подсыхает боковую часть носа сделаю чуть красноватую через кропак так здесь в теневой части носа тоже чуть кропака положу так оки-доки теперь давайте сделаем в этом утекают волосы страшно смотреть но красиво лоб лоб значит ухо с неаполитанкой и с водичкой положим вот сюда в самое световое место можно сразу же выбрать лишнее и чуть кропака начинается вот сюда к бровям и здесь же он сразу же с этой светом желтом смешивается и образует какой-то свой цвет так вот здесь мне очень нравится вот эта вот глубина вот этого болота что оно продолжает мигрировать дальше и вылезать вот из-за волосы давайте мы его промокнем салфеточку закрапировала в такой плотненький кусочек и выбираю там где хочу прекратить этот поток и это место оно сейчас сухое я могу закрыть этими голубыми которые я туда вводила по моему я туда клала голубой в чистом виде и немножко из беленого какого-то голубого не помню как он называется так окей это мы знаем так вот здесь пошли тоже вот к лицу очень резкие такие растерки они красивые но у нас главное тут лицо и поэтому я их немножечко хочу смягчить потому что они задний план и они будут очень много на себя брать мне все-таки главное лицо чтобы они на себя не перетягивали внимание так смягчила поэтому иногда нужно возвращаться к тому что мы уже накрасили то что подсыхает и смотреть хорошо ли оно для нас подсыхает или не очень если не очень то вмешиваться так глаза в светлом месте вот здесь дам уху с неаполитанкой а в нижнем в нижнем там теневая идет оху красную наверное положу и по хорошему в нее надо капельку синенького но я смешиваю не на палитре а на бумаге это прям разница небо и земля я сегодня мазну вот тут над глазами прям небо и земля все-таки когда одни и те же цвета смешиваются сами на палитре на бумаге когда мы их смешиваем на палитре это прям две огромные разницы так ресницы делать сейчас не буду подсыхают ноздри сейчас посажу давайте через вот этот у меня здесь оха красная и голубая посажу ноздри и могу этот же цвет . добавить посадить верхнюю губу и небольшую тенюшку под нижней губой эту тенюшку под нижней губой нужно смягчить обязательно и начать тут заполнять каким-то каким-то цветом все а сама нижняя губа у меня будет если через кропак то неяркой довольно сильно разведенной с водой но я промакиваю и кладу можно даже в нее потом когда я положила вкапнуть воды чтобы она стала более воздушно легкой прозрачной так хорошо нужно сделать теневую часть вот здесь под носом теневую площадку я наверное возьму тоже красную положу эту площадку и капельку синенького туда я смотрела сегодня мастер-класс Карлса Леона Салазара я когда-то ходила на этот мастер-класс и там можно было снимать видео я на телефоне немножечко поснимала и сегодня я нашла это видео посмотрела он вообще работает тремя цветами и потрясающе совершенно это все делает если вам прям посмотрите кто такой сходите может быть даже к нему на мастер-класс очень интересно держит кисть этого у меня совершенно недоступно и мой способ поняла что невозможно переучиться это уже привык определенным образом но он очень классный очень классный молодец прям вообще может быть я сама еще схожу когда-нибудь к нему не то что я хочу писать как он но когда смотришь как делают другие очень сильно повышается твой уровень пробуешь как они а потом в итоге ты начинаешь делать все равно каким-то своим третьим способом не как раньше и не так как тебя вот пытались на мастер-классе научить обрабатывать какой-то свой свое видение и вот тогда может быть очень хорошая эффективность так давайте нарисуем ресницы ну чуть-чуть у меня вот здесь вот ухо красное с голубой смесь уже есть сюда добавлю такой серо-зеленый мобристый цвет получился и по ресницам я прохожусь чуть-чуть и чуть-чуть губы так у меня вот это болото кстати смотрите продолжает туда мигрировать но меня в принципе не очень сильно волнует вот здесь вот чуть-чуть хочется потемнее посложнее сделать это место давайте красненького добавим сюда тоже немножко вот так как уже бумага подсыхает смягчим края ухо пропало ухо давайте я попробую его вот салфеточкой выбрать значит но у меня должно быть вот здесь так уже все утекло что совершенно не понятно где должно быть ухо так окей ухо мы посадили теперь чтобы его там уже закрепить и оно никуда не убегало давайте чуть-чуть акцентируем там а когда капал в работу у меня к сожалению не могу сейчас наклонить это дело но если бы я наклонила когда покапала вот сюда на себя лишняя вода ушла бы вот сюда и сейчас она мне рисунок не портила так у меня на этом оргстекле стоит вода краски и все остальное я не могла этого сделать поэтому к сожалению вот оно вот так мигрирует и что хочет то и делает у меня на работе ну да ладно все равно сделаем работу чуть-чуть вот здесь прохожусь акцентами ну раз я все равно ухо вытягиваю могу немножечко даже вот здесь на шею намекнуть а да забыла сделать ереваную ямку и я бы в ней дала бы холодненького синенького вот здесь надо обязательно ее вот сюда смягчить вот эти линии тоже стараюсь смягчить вот эти линии тоже стараюсь смягчить потому что бумага уже подсыхает потому что бумага уже подсыхает и если не смягчить они довольно жесткими будут вот здесь на шее давайте чуть-чуть синенького дадим холодненького сюда так и вот это место очень мокро продолжает быть мокром здесь немножко промокну я хочу здесь сделать во-первых у меня еще вот здесь остались белесости давайте мы туда вот ухо положим прикроем эти белесости и здесь чуть-чуть пройдемся кудрями потому что нет потому что нет ну все я думаю на этом мы сегодняшний экспромт можно считать завершенным вот здесь чуть-чуть поярче и обязательно подпись вот так чуть-чуть у меня глаз уехал смотрите ресницы чуть стекли по окону вниз давайте мы их попробуем подсмыть и приподнять взяли и стекли так и обязательно я значит подмыла и промокну сухим вот так чтобы тут было сухо когда я буду править так теперь я кладу вот этим голубой и охрой красный голубой пол ING ухо красный, голубой vista века немножко намечу, немножко под смой вот здесь увеличу верхнее веко, немножко кисточкой здесь залезла и сделаю его меньше, чем вот это переднее, то есть у нас вот так же в усе идут и оно должно быть побольше. Я замыла и сухой салфеточкой я промокну, чтобы можно было дальше вправить, не ждать пока высохнет. Вот, а теперь давайте я сверху освежу немножечко, чтобы эта граница чуть лучше проявилась. Все вот так, и сюда разгоняю, чтобы не было очень темно. Еще можно чуть-чуть выбрать, потому что это задний план, здесь не надо очень резких. Так, ну и верхний век, так как мы его уже выбирали и оно вымытое все, давайте туда немножко чего-нибудь положим или красненького. меня полиданочки. Немножко ему придать света. Вот так. Рисковат вот здесь получился. Наверное, я вместо неаполитанки влезла в индийскую желтую. Она, конечно, такая декоративная немножко. Немножко для других целей. Так, вот здесь можно сделать... Так, я, пожалуй, намешаю. Ну, чтобы не получилось, что я опять влезу в индийскую. Так, охорой чуть-чуть кладу. Сразу уже скула. А то у меня очень широкая скула получилась в этом месте. А с этой стороны кладу немножко ухо-красный. И смягчаю, так как бумага уже высохла практически. Очень важно смягчать, чтобы скула стала немножко получше. И вот это вот место у меня очень светлое. Давайте сюда тоже дадим ухо-красный. Смягчим все края. Вот здесь высохло, поэтому, в принципе, можно дать пару свежих кудрей уже посухую. Главное не увлечься. Вот здесь чуть-чуть. Пригасить вверх ухо. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал Boosty. Там таких будет много видео с подробными объяснениями. А с вами была Дарья Поздняк. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч!